Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Hello, shalom, bonjour из святого города Иерусалима, земли Израиля. Вот я уже после Лакбаумера побрился, но еще постриться не успел. Были большие очереди, и я не успел побриться, постриться вернее. Всем привет! И мы продолжаем изучать Тору, как уже делаем это 3333 года, без перерыва, и слава Богу, слава Богу, мир существует в заслугу изучающих Тору. Многие думают, ну вот почему мир существует? А оказывается вот так, потому что мы учим Тору. Сейчас, если бы мы не учили Тору, то мира бы, нет у него, не было бы смысла для Всевышнего этот мир содержать. Такое уже было один раз. Было такое один раз, когда был потоп, всемирный потоп, когда человечество не хотело выполнять духовные свои функции, да, то есть расти, и Богу пришлось тогда уничтожить мир. Уничтожить. Остался один, один праведник. Остался Ноах. Ной, мы привыкли его назвать. И он единственный остался из всех людей. И дальше от него пошло все человечество. Мы, правда, сразу знаем, что за человечество от него пошло. Прямо следующее поколение построили Вавилонскую башню. Значит, тоже сказали, будем воевать с Богом, сказали людям. Мы, значит, сейчас заберемся на небо, и мы уже так, как человек же это отражение Всевышнего. То есть человек по образу и подобию Бога создан. Бог создатель, творец мира, человек создатель. И в человеке есть божественная душа. То и эта божественная душа, она как раз и ее проявление творчески творит и создает мир. Так что сотворили эти творцы, строители Вавилонской башни. Они сказали, мы сейчас все вместе объединимся. И мы сейчас, так как мы отражение Бога здесь, в этом мире, как бы снизу. То мы сейчас тогда так все вместе, как вот подумаем, как мы намерения сделаем, чтобы Бог больше не мог уничтожить мир. И мы закроем ему вход в этот мир. Вот он Бог, мы отражение Бога сказали. Они, значит, сейчас мы устроим войну с Богом. И что сделал Бог? Он говорит, нет, парни. Ну, не говорит так. Он сказал, нет, говорит, вы не сможете теперь тогда договориться друг с другом. Тогда мы переходим на личное, личное мы переходим в проведение, как бы личная работа с каждым. И смешал языки. И люди не могут с тех пор друг с другом договориться. То есть, если даже маленькая-маленькая группка людей договаривается между собой о чем-то, они могут, например, там 20 человек, пьяниц таких вообще сумасшедших договорились. Оп, нацисты сделали социальную партию, которая немцы, фашисты эти, да, которые были с Гитлером сумасшедшие. Они же вообще просто, ну, человек конченый просто во всем. И, значит, 20 человек, они собрались, и потом они захватили, можно сказать, власть и уничтожили 80 миллионов человек. Или обратный пример. Обратный пример, хороший, например, позитивный пример, когда люди объединялись ради позитивной цели. Ради позитивной цели люди определялись, когда ради позитивной цели. Даже сложнее вспомнить, когда люди объединялись ради позитивной цели. Ну, например, есть яркий пример, когда семья Якова, их было 70 человек, они спустились в Египет, спустились они в Египет, объединились для позитивной цели одной, выжить. И так появился еврейский народ, да, то есть был один Яков, у него было 12 сыновей. И из этих вот, плюс жены там и так далее, дети, из 70 человек появился еврейский народ. Есть из недавнего, вот мне вспоминается пример, был такой Рав, Нуах Вайнберг, его была фамилия. Он был раввин, у него было 5 учеников всего, и он как-то сказал своим ученикам, послушайте, говорит, если Гитлер сумел уничтожить 6 миллионов евреев, так мы с вами сумеем оживить 6 миллионов евреев, создать 6 миллионов евреев. Говорит, почему если один может убить, так почему один не может создать? Может, и он что сделал, равно Ахвайнберг, он организовал с ними организацию, которая называется Эш Атора, Огонь Торы. И когда он организовал эту организацию, Огонь Торы, то эта организация вернула к религии сотни тысяч евреев. А когда 100 тысяч возвращаются к Торе, то вот эти 100 тысяч евреев без Торы, они, скорее всего, не женятся, или женятся, но потом разведутся. И максимум у них родится по одному, по два ребенка, и в следующем поколении будет сколько? Опять 100 тысяч, да? Но если 100 тысяч эти вернутся к Торе, в религиозных семьях в среднем по 8 детей. Почитайте, 100 тысяч вернулись к Торе, на втором поколении это 800 тысяч, а на третьем поколении 800 тысяч умножить на 8, 6 миллионов 400. Вот он сказал, равно Ахвайнберг, сказал и сделал, то есть он 100 тысяч вернул к Торе Эш Атора, 100 тысяч умножить на 8 детей, 800 тысяч умножить на 8, 6 миллионов 400, он, значит, создал, можно сказать, оживил людей. Вот такая вот математика. Хорошо, значит, мы видим, что объединение страшную дает силу, невероятную силу дает во всем, поэтому сейчас мы объединяемся вокруг Рока Торы, который идет у нас стабильно каждый день, слава Богу, в 10 утра по иерусалимскому времени, и мы изучаем, вначале мы изучаем заповеди, которые называются заповеди сохранения языка Шмират Алашон. Вот сейчас мы дошли до такой вот заповеди, говорит нам Зелек Плискин, это он как раз нам объясняет то, что нам сказал Хафицхайм, говорит он так. Значит, если кто-то небрежно выполняет заповеди, касающиеся отношений между людьми, вот видит, например, один, что другой, еврей какой-то, да, он некрасиво разговаривает с другими, он, например, ему кто-то его попросил занять деньги, а он ему не занял, или там как-то некрасиво ему не помог, кто-то ему попросил что-то сделать, он не сделал, с кем-то он некрасиво разговаривал, говорил Ажонара, можно об этом рассказывать или нет? Ну, принято, что да, принято, что. Ну, как дела? Да, ты знаешь, вообще дела не очень, а ты знаешь, что там Саша, Петя, Вася, что они сделали? Ай-яй-яй-яй-яй. Я лично, например, не могу сказать, что я их слышал. Это я сейчас просто чуть не, прямо чуть не сказала, что Нарана целую группу людей, прям чуть не сделал групповое преступление, вообще жуть. Никогда не слышал, что вы такое говорили, и это говорить запрещено. Все, нельзя говорить, рассказывать, что другой человек что-то делает плохого. Например, он приводит пример. Значит, вот, например, господин Динсбург попросил у господина Фейдина небольшую сумму взаймы. Господин Фейдин ответил, извините, но у меня нет денег, сказал он, нету. Господин Айзенштадт, присутствовавший при этом, прекрасно осведомлен, что Фейдин вполне в состоянии одолжить Динсбургу эту небольшую сумму. Тем не менее, ему категорически запрещено рассказывать об этом случае другим. Если он так скажет, вот, если он потом придет, например, домой и скажет, поступок Фейдина отвратителен, когда он, наконец, поймет, что это очень важно помогать другим? Если он так скажет, здесь нет ни одного слова неправды, да, то есть он сказал правду, он знал точно, что деньги есть и что он мог помочь. Но, тем не менее, перед нами лошонара, перед нами грех злоязычия, который просто уничтожает самого сказавшего, того, о ком сказали, и слушателя. Давайте разберемся, почему эти правдивые слова могут кому-то принести такое зло. Значит, смотрите, я недавно просто читал несколько книг по психологии, в которых авторы доказывают с помощью экспериментов, что вера человека и слова, которые он произносит, они оказывают фактическое измеряемое влияние на физиологию самого же человека. И на этом работает эффект плацебо, есть лекарство, когда человек верит, что это лекарство, и он верит, что оно ему поможет, что оно ему помогает. Есть случаи, когда человек просто, он абсолютно здоров, но из-за того, что он верит, что он болен, неизлечимая болезнью, он умирает или заканчивает жизнь самоубийством, не дай бог, да. То есть, бывают, мы видим, что слова, они являются не только, можно сказать, что они не являются отражением реальности, потому что слова, когда мы пытаемся описывать реальность, то это интерпретация реальности, то есть это некая уже производ, то есть слова, которыми человек описывает реальность, они реальностью не являются. То есть, слова это другая категория, вообще другая категория. Вот стоит, например, бутылка воды, да. Я сейчас бутылку воды взял, взял я бутылку воды, наливаю в стакан. Я хотел бы вам рассказать о том, какая вода, но все, что я вам скажу, водой не является. Это факт. То есть, я вам не могу описать, как бы я вам, вернее, точно не пытался описать, что я чувствую, выпивая воду, это ни в коем случае не будет водой. Ну, никак. Какой бы я ни был красноречивый и так далее. То есть, вода это вода. Слова вода и мое описание, это не является водой. Теперь, ну, что происходит? В момент, когда вы слышите любое слово, которое я произношу, и вы это слово внутри себя воспринимаете, то у вас на физиологическом вашем уровне происходит изменение. Потому что слова производят изменения в мышлении. Там начинают бегать какие-то реальные нейрохимические импульсы, которые проходят по телу. Например, это самый простой пример, когда человек говорит слово лимон. Вот я, например, говорю лимон. Вот представьте, когда вы едите лимон, вы, наверное, кушали лимон, и когда вы жуете лимон, и вы его прямо вот сжимаете, особенно, когда лимон такой зеленый еще, и этот лимон, и вот я, когда вам это произношу, по идее, у того, кто ел лимон, должна начаться слюноотделение. Уже лимон тислый, и он реально очень тислый. А некоторые, если, например, у человека есть фобия лимона, то что с ним в этот момент произойдет? Он может прямо вот там вот возле экрана, у него фобия лимона, он представил лимон, и для него лимон включает физиологические процессы, которые для него опасны. И его этим лимоном, рассказом про лимон, можно просто прямо ввести, не дай бог, в аллергию какую-нибудь, да? Так что получается, что лошонара, когда человек ее произносит, он сам в этот момент производит физиологическое, фактическое, реальное изменение в мире. И оно так и называется зло, лошонара, злоязычие. То есть он производит в этом мире некую новую реальность зла. То есть то зло, которое он увидел, оно бы осталось бы нераспакованным, грубо говоря, да? Оно бы осталось бы в формате, как будто бы его нет, если бы он его не описал для себя и не передал другим. Получается, что сам процесс передачи зла вызывает вот это вот, ну как дым такой, да, как смог, невозможно дышать. Поэтому очень важно, очень важно не говорить вот это вот злоязычие для... Ну оно приносит только зло. Понятно, да? Все, с этим мы разобрались. Теперь мы переходим к заповедям, к заповедям, повелевающим заповедям из Торы. И мы вчера закончили уже, не вчера, мы закончили изучать 14-ю заповедь, которая называется «Изучать Тору и обучать Торе». Это обязанность каждого еврея от дня рождения до дня смерти изучать Тору, обучать Тору. И я как раз даю возможность каждому присоединиться к этой заповеди. Мы сейчас создаем на сайте такую интересную возможность стать партнером любого преподавателя. То есть можно прям конкретно сказать, вот я выделяю там вот такую-то сумму денег на продвижение его уроков или на продвижение его, этого преподавателя, чтобы он мог больше, сильнее создавать уроки. И можно прям выбрать, в каком уроке вы хотите стать партнером-инвестором, то есть усилить его. Это очень будет крутая возможность выполнить заповедь «Изучать Тору и обучать Торе». Прям будет кнопочка возле каждого урока на сайте воикроком, возле каждого преподавателя, стать партнером в изучении Торы или в обучении Торы. Просто стать партнером. Теперь дальше, чтобы было, да, чтобы было рефла, шлымае для поднятия души погибшим на горе Мирон и ушедшим из этого мира, чтобы та Тора, которую мы учим, помогала всем нашим близким и близким-близким и всем-всем людям, которым нужна духовная помощь. Это очень отлично. Потому что в духовном плане интересно, что когда ты кому-то даешь духовную силу, у тебя меньше не становится. Это парадоксальная вещь, удивительная. Как, знаете, есть, вот, например, когда человек приходит к другому и говорит, дай мне 100 долларов. Он говорит, надо 100 долларов. Он ему дал 100 долларов. У того, кто дал, 100 долларов не стало. Правильно? Теперь один к другому приходит и говорит, слушай, скажи мне, пожалуйста, вот доброе слово какое-то, да? Тот ему говорит, ты знаешь, вот ты хороший человек, я тебе желаю добра, счастья, чтобы ты был здоров. У того стало меньше, кто сказал. Не стало меньше. То есть у них, у обоих, столько же и осталось. В духовном плане, когда ты делишься заслугой от своей заповеди, у тебя становится только больше. Потому что, в общем, света становится больше. Хорошо. Дальше. Мы переходим к пятнадцатой заповеди. Пятнадцатая заповедь. Заповедь, повелевающая каждому еврею написать для себя свит акторы. Значит, сегодня я коротко скажу, а завтра мы ее углубим. И еще я такую штуку сейчас начал новую делать. Значит, когда мы что-то изучаем, вот какую-то заповедь, по этой заповеди на сайте taldo.ru уже задавали обязательно вопросы. Я делаю ссылочку на то, что люди спрашивали, и на ответы раввинов. Прям буквально четко ответы идут по пунктам. То есть, все возможные вопросы уже были заданы. Поэтому, если вам интересно уточнить, вы заходите на сайт воикроком, читайте, смотрите урок, смотрите внизу под уроком описание, и там я прям пишу вопрос, и ссылочка на ответ. Вопрос, ссылочка на ответ. Значит, есть заповедь в Торе написать свит акторы. Раньше, когда, например, не было всей этой технологии, 3000 лет назад, то для того, чтобы изучать Тору, нужно было переписать этот свиток. И когда ты переписывал этот свиток Торы, буква за буквой, буква за буквой, слово за словом, слово за словом, 5875 отрывков есть в Торе, когда ты все это переписываешь, то в этот момент, понятно, ты запоминаешь. И когда ты запоминаешь, и потом ты учишься по этому свитку, то, ну, это совершенно другой уровень. И это повелевающая заповедь в Торе. В наше время, когда уже есть книги, есть мудрецы, который, Рош, например, был такой, который говорил, что сейчас можно не писать свиток, а можно купить, например, часть в написании свитка, то есть сделать своим по доверенности, как бы, да, тот, кто пишет свиток, ты ему даешь там небольшую сумму за какое-то слово в Торе или отрывок в Торе, который ты хочешь, и ты, получается, становишься партнером в написании свитка Торы. Или второй вариант, так как смысл этой заповеди был, чтобы ты мог изучать Тору, то у тебя дома должны стоять пятикнижия, у тебя дома должны стоять книги по законам, Суршуха на руках и так далее, и Мишна, и Талмуд. Значит, когда ты покупаешь эти книги, они у тебя стоят дома, то ты выполняешь повелевающую заповедь из Торы написать свиток Торы. Это и есть такое мнение. Значит, завтра мы углубимся в эту заповедь, узнаем тоже побольше про эту заповедь. И вот я не успеваю, к сожалению, третью часть урока, я всегда планировал писать, чтобы мы обсуждали рассказы про великих праведников. Но я не успеваю рассказать, к сожалению, но я их печатаю, я выбираю рассказ, который очень подходит, интересный, короткий рассказ. И вы сможете после урока зайти на сайт www.vaikro.com На этом сайте мои все уроки, есть циклы моих уроков, найти последний урок и почитать этот рассказ. И обязательно, если вы подпишетесь на телеграм-канал, наш канал в телеграме www.vaikro.com то мы в этот телеграм-канал мы туда даем и текстовую часть урока, и сейчас мы начали делать новое дело очень по просьбе Давид Давид из Нюрнберга, Давид такой наш долгий слушатель, да, он учится тору вот как раз по порталу он говорит сделайте аудио, чтобы было удобно слушать в машине или там когда прогулка. И мы сейчас сделали все уроки, которые идут на Vaikro, мы сделали аудио-версия, тоже мы рассылаем все аудио-версии уроков в телеграм-канале, чтобы вы могли спокойненько идете, нажали на урок и аудио слушаете спокойно при ходьбе. Что я, кстати, вам очень сильно советую ходить, двигаться, чтобы тело двигалось, тоже раньше люди двигались много, а сейчас нет, и слушать при этом аудио-уроки торы. Это вообще дает невероятный эффект, значит и тело работает, развивается, и душа развивается, и интеллект, конечно. Все, всем удачи, успехов. Значит, мы развиваемся, Vaikro развивается во многом благодаря вашей помощи, те, кто помогают порталу Vaikro. Все деньги у нас, портал, в котором все деньги, которые идут в помощь, все до копеечки идут именно на продвижение, на развитие уроков. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня, хорошей недели, и, значит, меня очень вдохновил пример Рава Ноа Хаванберга, что если один человек может 6 миллионов уничтожить, то один человек может и оживить. Поэтому давайте вместе с вами создадим возможность для того, чтобы люди становились религиозными, и только религиозные люди могут полагаться на Всевышнего, рожать по 8 детей, радостно жить в самых тяжелых условиях, спокойно уходить, не переживая особенно. Все. Всем удачи, успехов, подписывайтесь на телеграм-канал и заходите почаще на портал воикроком. Все. Всем счастливо. Пока.